Привет, друзья! Меня зовут Алина, вы на канале Мама Шила Малышу. Знаете, довольно часто мои подписчики в Instagram спрашивают меня, как правильно ухаживать за швейной техникой. Особенно интересует оверлок. Конечно, при должном уходе оверлок вам будет служить верой и правдой много лет. Машина эта не совсем простая и подход к ней явно нужен. Поэтому я решила снять отдельное видео, в котором поделюсь своими нехитрыми правилами ухода за оверлоком. Вы, кстати, жмите пальчик вверх и обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Кстати, поделюсь с вами одной забавной историей. У меня на канале есть одно видео, в котором я обзорно рассказываю про все свои машинки, оверлоки, которые у меня есть. И, собственно, показываю оверлок, который у меня в работе. Так вот, меня буквально обвинили в том, что я обманываю своих подписчиков и показываю на самом деле новый оверлок. Потому что тот оверлок, который в работе, просто не может так выглядеть. Так вот, это, конечно же, неправда. Я показывала действительно тот оверлок, на котором я регулярно шью. Просто я за ним ухаживаю, регулярно его чищу, смазываю. Ну и, конечно, очень сильно люблю. Так вот, давайте посмотрим, что же я с ним делаю. На самом деле, для ухода за оверлоком нужно не так уж и много. Предварительно лучше прочитать в инструкции именно к вашему оверлоку, как именно за ним ухаживать, но суть на самом деле у всех одинаково. Для ухода за оверлоком у меня была в комплекте вот такая щеточка. Чаще всего они идут сразу со швейной техникой. Но дополнительно можно купить набор инструментов для ухода. Вот у меня, например, от фирмы Гамма. Такие продаются в Уголочке, Леонардо, да и в других магазинах тканей и фурнитуры. Вот здесь конкретно есть щеточка, ершик и отвертки. Кроме того, хорошо иметь машинное масло. Оно также придается в швейных магазинах. У меня вот такое масло. Как раз здесь нарисована швейная машинка. С чего начинаем уход? Обязательно выключаем оверлок из сети. Для своего удобства убираем кабель питания. Затем открываем крышку оверлока. Для того, чтобы дальше было проще, убираем все нитки. У меня под нитками есть поролоновая подставка. Ее также снимаем. Иногда под ней скапливается пыль. Эти участки я просто протираю влажной тряпочкой. Идем к самому оверлоку. Он у меня на самом деле не очень грязный, потому что я на нем сшила буквально пару-тройку небольших изделий после последней чистки. Но все равно покажу. Открыта передняя крышка. Также открываем крышку сбоку. Вот здесь уже видно больше пыли и пуха от ткани. Следующая операция. Нам нужно просто все это механически удалить. Я возьму щеточку и постепенно вытечу все механизмы. Сначала здесь из всех участков крышки. Затем аккуратно удаляем всю пыль с внутренних частей оверлока. Сильно здесь не нажимайте, не давите ни на что. То есть просто проходите щеточкой по всем доступным вам участкам. И так, шаг за шагом. Нудно, скучно, но эффективно. Убираем весь мусор. Проходимся кисточкой во всех доступных местах. Переходим на переднюю часть. И тут, чтобы случайно не повредить иголку, я бы советовала иглы снять. Особенно если иголочки тонкие, то их можно случайно погнуть. Так же продолжаем, очищаем лапку, очищаем рейку, переходим к участку, где заправляются нити в петлителе. И вычищаем от пыли ворса и ниток. Если вы шьете довольно объемные изделия, допустим мужской костюм из футера от рух нитки с начесом, то лучше конечно чистить оверлок после каждого такого изделия. Тогда здесь внутри все будет более печально. В особо труднодоступных местах можно взять щеточку поменьше и чистить уже ею. Вот, вроде бы я последний раз оверлок чистила не так уж и давно, а мусора накопилось довольно много. Пройдите с регуляторами от начала и до конца, чтобы если там где-то запутались или попали ниточки, вы их могли увидеть и достать. Теперь переходим к маслу. И вновь, куда капать масло лучше прочитать в инструкции именно к вашему оверлоку. Но у моего оверлока, если открыть переднюю крышку, как раз на схеме обозначены точки, куда капать масло. По сути это участки, где проходит вот такой большой металлический стержень. В нижней его части, где соприкасаются металлические детали кестрения, и сверху. Вот сюда нужно буквально пару капель масла на оба этих участка. Лучше, когда у масла узенькое горлышко, так будет удобнее. Капаем, пару капель сюда и сюда. Возьмите отрез тканей, аккуратно промокните излишек масла, чтобы оно не капало вниз и здесь не было все жирное. И протрите оба участка, куда капали масло. Проверните несколько раз маховое колесо, чтобы масло распределилось. Опять же, протрите, если в этом есть еще необходимость. Вот теперь закрываем оверлок, устанавливаем иглы, одну и вторую. Возвращаем все элементы на место и заправляем оверлок, как обычно. Затем опускаем нож. Закрываем крышку оверлока. Включаем сеть. И после того, друзья, как вы смазывали оверлок, не стоит сразу начинать шить какое-либо изделие. Потому что могут остаться следы машинного масла. Поэтому берем отрез любую ткань или трикотажа и прокладываем тестовую строчку. Если масла было много, то все следы останутся здесь, и вы можете смело начинать шить свое следующее изделие. Возможно, вам даже покажется, что оверлок стал шить мягче, приятнее и тише. Проверяем строчку. Все хорошо. Ну что, друзья, как видите, все просто, все понятно и доступно в обычных домашних условиях. Ухаживайте за своей техникой, чистите, смазывайте, и она будет вас радовать ровными строчками и красивыми швами. Ну а я с вами прощаюсь. Не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новых видео. И до встречи. Пока-пока.